Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более 100 тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Три сестры. Место действия – губернский город. Главные действующие лица – семья Прозоровых. Ирина – самая младшая из трех сестер. У нее сегодня день рождения. Девушке исполнилось 20 лет. За окном солнечный день. В доме царит веселье. Все бегают, мечутся, накрывают праздничный стол. В гости должны пожаловать офицеры новой артиллерийской бригады, а также их командир – подполковник Вершинин. У всех прекрасное настроение. Ирина говорит, что у нее очень тепло на душе, будто бы она на парусах. Смотрит на просторное небо. Осенью Прозоровые должны перебраться в Москву. У сестер нет сомнений, что Андрея, их брата, ждет большое будущее. Они уверены, что его зачислят в университет. А после он станет профессором. У учителя гимназии Кулыгина, который по совместительству супруг Маши, одной из сестер, также хорошее настроение. Волна радости настигла и Чебуткина, военного доктора. Этот мужчина в прошлом был без ума от матери сестер, теперь уже покойный. Он называет Ирину белой птицей и с нежностью целует. Поручик барон Тузенбах воодушевленно обсуждает перспективы будущего. Он говорит, что настало время огромной бури, которая должна сдуть с людей все самое плохое. Речь идет о лене, равнодушии и скуке. Вершинин тоже находится в оптимистичном настроении. Стоит ему появиться, как Маша сразу избавляется от хандры, появляется Наташа. Она в некотором смущении от такого большого общества, но это не отражается на жизнерадостной атмосфере. Андрей предлагает ей руку и сердце. Но второе действие уже не отличается таким хорошим настроением. Андрей явно заскучал. Он мечтал стать московским профессором, поэтому быть секретарем земской управы ему совсем не нравится. В то время Машу настигло разочарование в собственном супруге. А ведь в прошлом она считала его очень умным и образованным. Теперь же в обществе его друзей-преподавателей чувствует себя одинокой. Ирине совсем не нравится ее работа в телеграфе. Ольга возвращается из гимназии с явной усталостью. Вершинин в расстроенных чувствах. Он все еще говорит, что на земле рано или поздно все изменится. Однако сразу же добавляет, что счастья не существует. И единственная миссия общества – работать и еще раз работать. А Чебутыкин в своих каламбурах таит затаенную боль. Он говорит, что одиночество – это ужасное явление. Наташа, которая медленно, но все же прибирает к рукам весь дом, выпроваживает гостей. Маша кричит Ирине – мещанка. Проходит три года. Первое действие сопровождалось солнечным днем. А вот третье предупреждает, что события будут печальными. Случился пожар. В доме Прозоровых множество людей. Все они спасаются от пожара. Ирина сильно плачет и все говорит, что она в отчаянии. Да все повторяет, что они никогда не уедут в столицу. Маша тоже задумалась о том, что же будет дальше и как они проживут жизнь. Андрей в слезах. Когда он женился, то думал, что все будут счастливы. А в итоге это не так. В ужасном разочаровании и Тузенбах. Ведь еще три года назад он был уверен в безупречной жизни. Чебутыкин ушел в запой. Плача, он говорит, что в его душе холод. А в голове пустота. Кулыгин с упорством твердит, что всем доволен. Но от этого только очевидней, что все глубоко несчастны. Подошло время к последнему действию. Скоро наступит осень. Маша гуляет по аллее и замечает в небе перелетных птиц. Артиллерийские бригады покидают город. А все потому, что их переводят. Куда точно, неизвестно. Офицеры приходят в дом Прозоровых, чтобы попрощаться. Федотик, делая снимок, вдруг подмечает, что с их уходом в городе станет тихо и спокойно. Высказывание Андрея еще более категоричное. Он говорит, что город будто колпаком накроют. Настолько станет пусто. Маше приходится расстаться с Вершининым, в которого безумно влюблена. Она все еще вторит, что жизнь неудачна, и теперь ей все чуждо. Ольга теперь начальница гимназии. К ней приходит понимание того, что столичная жизнь ей не суждена. Поэтому она принимает предложение Тузенбаха, который находится в отставке. Завтра они с бароном обвенчаются и переедут. Теперь у нее начнется новая жизнь. Ольга счастлива. По ее словам, у нее будто выросли крылья. Чебутыкин умиляется, желая им счастья. Андрей тоже не стоит в стороне, по-своему благословляя их. Он просит ее надеть шапку, взять палку и идти вперед, никогда не оглядываясь. Но надежды героев пущены по ветру. Им, увы, не суждено стать явью. Соленый, питающий любовь к Ирине, ссорится с бароном. После на дуэли убивает его. Андрей надломлен, у него нет сил, чтобы двигаться дальше. Он не понимает, почему люди, которые только начинают жить, рано или поздно превращаются в ленивых и несчастных личностей. Артиллерийская бригада уходит из города. Слышен военный марш. Ольга говорит, что музыка возвращает ей желание жить. Ей кажется, что осталось совсем чуть-чуть. Скоро они узнают смысл своих страданий и жизни. Музыка стихает.